Письмо. 1965 год. Сол Левитт. Ева Гёссе. Дорогая Ева, скоро месяц с тех пор, как ты мне написала, и, возможно, ты уже забыла о своем душевном состоянии. Хотя я сомневаюсь в этом. Ты кажешься такой же, как и обычно, и ежеминутно ненавидишь себя за это. Не надо. Научись иногда говорить миру, да пошло оно все к черту. Ты имеешь полное на это право. Просто перестань думать, беспокоиться, оглядываться по сторонам, размышлять, сомневаться, бояться, страдать, надеяться на какой-то простой выход, бороться, хвататься, сбиваться с толку, раздражаться, отказываться, бормотать, чувствовать себя неловко, ворчать, стесняться, спотыкаться, ошеломляться, жаловаться, рисковать, метаться, заходиться краской, суетиться, спотыкаться, высиживать яйца, жаловаться, стонать, стянать, роптать, просить, брехать, ссориться по пустякам, придираться к мелочам, ссать тонкой струйкой, совать нос, задирать задницу, выпучивать глаза, показывать пальцем, шнырять по переулкам, долго ждать, ходить короткими шагами, зло смотреть, подхалимничать, искать, выделяться, мараться, морочить, морочить, морочить себя. Перестань и просто делай! По твоему описанию и потому, что я знаю о твоей предыдущей работе и твоих способностях, я могу судить то, над чем ты работаешь, очень хорошо. Рисовать чистые и ясные, но безумные машины, шире и смелее, настоящий абсурд. Звучит здорово, чудесно, настоящий абсурд. Рисуй еще, еще абсурднее, еще безумнее, больше машин, больше грудей, что угодно. Сделай их изобилующим абсурдом. Пробуй и щекоти что-то внутри себя, твой причудливый юмор. Тебе принадлежит самая секретная часть тебя. Не переживай насчет крутизны, создай свою собственную некрутизну. Создай свой собственный, собственный мир. Если ты боишься, заставь страх работать на себя. Рисуй и крась свой страх и тревогу. И перестань беспокоиться о таких серьезных и глубоких вещах, как избрать цель и стиль жизни. Постоянно приближаться к какому-то невозможному или воображаемому окончанию. Ты должна пробовать быть тупой, глупой, недумающей, пустой. Тогда ты сможешь делать. Я полон уверенности в тебе. И даже несмотря на то, что ты мучаешь себя, то, что ты делаешь, очень хорошо. Попробуй сделать что-то плохо, худшее, что ты можешь, и посмотри, что будет. Но главное, расслабься и позволь всему катиться к чертям. Ты не несешь ответственности перед миром. Ты ответственна только за свою работу. Так делай ее. Просто делай. И не думай, что твоя работа должна соответствовать какой-то ранее установленной форме, идее или вкусу. Она может быть всем, чем ты пожелаешь. Но если тебе станет легче жить, когда ты перестанешь работать, так просто перестань. Не наказывай себя. Хотя я думаю, что это так глубоко укоренилось в тебе, что проще будет просто делать. Кажется, я все-таки каким-то образом понимаю твое отношение, потому что я сам каждый раз прохожу через подобное. У меня случается агония пересмотр своих собственных работ, и я меняю все настолько, насколько это возможно. Я ненавижу все, что сделал, и пытаюсь сделать что-то совершенно другое и лучшее. Может, такой процесс необходим мне, чтобы подталкивать меня вновь и вновь, чувство, что я могу сделать что-то лучше, чем это говно, что я только что сделал. Может, и тебе нужна твоя агония, чтобы довести до конца твое дело. И, возможно, она заставляет тебя работать лучше. Но я знаю, это очень больно. Было бы лучше, если бы у тебя была уверенность, что просто делать дело, не рассуждая. Вот что тебе нужно. Ты можешь оставить в покое мир и искусство, и перестать лелеять свое эго. Я знаю, что ты, как и все, можешь работать только определенное время, а потом ты остаешься наедине со своими мыслями. Но вовремя или до работы? Но вовремя или до работы тебе надо опустошить свой разум и сосредоточиться на том, что ты делаешь. После, когда ты создала что-то, оно готово. И баста. Позже ты увидишь, что какие-то работы лучше, какие-то хуже, но также ты увидишь направление своего движения. Я уверен, что ты все это знаешь. Еще ты должна знать, что ты не обязана оправдывать свою работу, даже перед самой собой. И ты знаешь, что я очень восхищаюсь твоими произведениями и не могу понять, почему они тебя так тревожат. И ты видишь следующие, а я уже нет. Еще ты должна поверить в свой талант. Мне кажется, ты веришь. Так попробуй самые вопиющие вещи, которые можешь. Шокируй себя. В твоей власти талант, с помощью которого ты можешь создать все. Я хотел бы посмотреть на твои работы и подожду до августа или сентября. Я видел фотографии некоторых вещей Тома у Люси. Они впечатляют. Особенно те, что выдержаны в более строгих формах, более простые. Думаю, позже он вышлет еще. Дай знать, как идут выставки и все в этом роде. Моя работа изменилась с тех пор, как ты уехала. Стала значительно лучше. У меня будет выставка с 4 по 9 мая в галерее Дэниэлс. Я хотел бы, чтобы ты присутствовала. С любовью к вам обоим. Сол. Спасибо.